Всем привет! Меня зовут Макарова Елизавета, и в этом видео сегодня я хочу вам показать небольшой такой обзор на бибикрем от Erborian. Это уже второй мой тюбик, я им пользуюсь, наверное, уже год. Очень долго искала какую-то увлажняющую текстуру, при этом чтобы она была пластичная. Я очень люблю, когда можно нанести и разнести по лицу, так скажем. У меня комбинированная склонна к сухости кожи, вот у меня как раз сейчас вышли такие небольшие высыпания перед женскими днями, и я хочу прямо на примере этих высыпаний показать, как работает бибикрем. Сейчас очень много идет информации о том, что появился аналог от Limony, я, если честно, очень его хочу приобрести, но так как не нахожусь в России, пока такой возможности нет. Что еще хочется сказать? У меня оттенок нюд, и он, правда, есть такой поверье, что Erborian надает всеринку, это правда, но если вы дополнительно используете какие-то консилеры-корректоры, если вы делаете коррекцию, и в целом, ну то есть, если вы вообще ничего не используете, вам лучше подойдет CC-крем, но если вы что-то накладываете на бибикрем, то я думаю, что вам он понравится и подойдет. Приступаем к нанесению. Я возьму Beauty Blender, это у меня чехол от Real Techniques, а Beauty Blender от Chic. Вообще я наношу всегда по-разному, я могу вот так вот сюда вплюснуть и разнести потом на лицо, я могу нанести сначала точечно, а потом разнести, короче, я могу нанести кистью, а давайте сегодня поступим вот так. Я надеюсь, что все давно понимают, что нет действительно никаких нерабочих лайфхаков, ничего. Работает то, что работает у вас, а что работает у вас, вы решаете сами. Ну что, Эрбориан поменял свою формулу, как-то он ее там что-то добавил, что-то изменил, потому что бибикрем, который я покупала год назад, он был более пластичен, и одной капельки хватало на все лицо, сейчас, ну, наверное, нужно три капельки, но как бы простительно. Начнем с нижней третьей лица. Я специально сижу напротив естественного освещения, напротив своего балкона. Видели в режиме натурального освещения результат. Большего удобства надену и испачкаю. Мне бренд Рейтед Грин в подарок, это шампуни, шампуни и бальзамы, в подарок прислали вот такие вот два ободка, очень приятно, ободками не пользовалась, просто миллиард, наверное, лет. Хочу сказать, что этот бибикрем потрясен и при нанесении руками, и при нанесении кистью, и спонжем. Я в зеркало вижу серый оттенок, такой холодный батон. Немного он оставил след, но хочу показать, как будет наслаиваться. Я возьму еще одну капельку, как он будет наслаиваться, потому что он имеет такую способность. Нанесу еще раз и прям впечатаю в проблемную зону. Вот, то есть при повторном нанесении на проблемную зону неплохо перекрывает, при каких-то там, да, переливах, отливах можно увидеть. Но в целом, да, если наслоить потом еще и третий раз, то вообще, ну, будет улет. Как приятно вот так прибивать бибикрем. Кстати, тоже бывает после спонжа. Такая у него очень гелевая текстура, любящая соприкосновения с рукой. Кстати, по истечению времени крем на коже может немножечко адаптироваться, и серость может пропадать. Я добавлю бровки совсем чуть-чуть, просто чтобы показать, да, как бы, такой более гармоничный вид, завершенный, полузавершенный. Да, если вы собираетесь, например, использовать биби, и все. Ну, у меня так ни разу не получалось. Мне постоянно рука тянется что-то добавить хотя бы, румяна. Все же. Я, кстати, приобрела здесь, в Индонезии, на Бали, какой-то местный бренд. Мне подошел по оттенку, он такой рыжий-коричневый. Сложности с бровями некоторые присутствуют, потому что такой у меня изживающийся уже себя... изживающий себя перманент. Строго прошу не оценивать макияж бровей. Это для такого прям повседневного макияжа, пусть это будет повседневный такой у нас макияж, видео про обзор Эрбориан и легенький макияжик. Предлагаю добавить румяна. Возьму румяна от Huda Beauty. Я хочу показать, как скользят кремовые текстуры на биби-креме. И скользят они замечательно. Румяна я наношу вот как-то так. Дело в том, что конкретно эти румяна очень гелевые, очень такие мягкие, очень легко тушуются с ними, вообще очень легко и просто работать. Слушайте, может быть, не перевернуть камеру, потому что как-то мне неудобно смотреть. Да, это гораздо удобнее, а то у меня какая-то была дезориентация, потому что телефон был повернут камерой как бы справа. Так, тушую. Вот на примере этой щеки гораздо лучше, кстати, показать, как тушуется румяна, потому что это какая-то моя такая рабочая сторона. Такой повседневный фреш-лук. Важно упомянуть, что я сейчас не использовала консилер, который, конечно же, лучше использовать для зоны под глазами и что-то еще. Я закрою, потому что не дает мне покоя вот эта штука, я ее закрою консилером от... Да? Это консилер специально для проблемных зон. Очень мне нравится. Я хотела его использовать хитренько еще и под глаза, но все же он лучше прям для проблемных зон. Ну что, вот так вот смотрится у меня комбинированная, склонная к сухости кожа, и мне кажется, что с ней он работает довольно хорошо. Еще добавлю мое любимое масло от Виген Собола Гранд Волиум с легким розовым оттенком. Это был небольшой обзор тонального... Ой, ошиблась. Биби-крема от Эрбориан. Что хочу сказать? Он приятный, его однозначно можно чем-то заменить на рынке, можно заменить его какой-то увлажняющей тональной основой или биби-кремом тем же самым от Лимни, о котором я наслышана, да? У него очень много может быть замен и дешевле, и практичнее. Но что хочется сказать, что, во-первых, это приятный бренд, это приятная текстура. Я не знаю, как там составы, но, короче, я очень-очень его хотела, и у меня очень-очень потянулась рука купить его снова из разряда какой-то, даже такой полулюксовой какой-то продукции. Он приятно очень так вот выглядит. Надеюсь, вам понравилось. Когда я его покупала и присматривалась, я не находила такого видео, поэтому я надеюсь, что он кому-то поможет. В покупке пишите в комментариях, если он у вас уже есть, или если у вас есть какие-нибудь на него отзывы, хорошие или плохие. Буду рада почитать, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok